Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. Александр Лукашенко накануне принял участие в церемонии торжественного открытия 28-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Встречаться из года в год именно в июльские дни в городе над Двиной давно стало хорошей традицией. А за 28 лет существования «Славянского базара» о Витебске, как одном из самых гостеприимных и музыкальных городов, знают без привлечения во всем мире. «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно. В непростые времена люди всегда моральную опору находили в искусстве. И не случайно тогда культурной столицей трех братских славянских стран был избран Витебск. Царящая здесь особая творческая атмосфера вдохновляет на создание ярких и разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров, художников из самых разных стран. И мы сохранили статус Витебска, города, с богатыми культурными традициями, поддержав славянский базар на государственном уровне. Не обошлось и без добрых традиций. Специальные награды президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию удостоена народная артистка Украины Таисия Повали. Во многом символично, что именно она стала обладательницей первого гран-при в истории конкурса молодых исполнителей. Кстати, юный лауреат этого года, конкурсантка из Беларуси Ксения Галецкая, тоже вышла на сцену за своей заслуженной наградой. Очередной насыщенный день ожидает гостей славянского базара и сегодня, после фееричного открытия, программа музыкального фестиваля становится еще разнообразнее. Начнется день с выставочной ноты, так сразу три экспозиции для всех желающих распахнуть свои двери. Ноу-хаус славянского базара, национальный фестиваль кавер-бендов и, конечно, не отходя от музыкальной темы, Сегодня мы узнаем, под каким номером представит Беларусь наш Ваня Сданюк. А поздним вечером шеститысячный летний амфитеатр будет подпевать всем известным строкам Белавирской пущи или же Кассиу Ясь Конюшину. Концерт «Союзное государство» приглашает песнярам 50 – главный аккорд традиционного дня дружбы Беларуси и России.